Тут у нас что, заходит, заходит Virtus.pro на рампу, но на самом деле не очень здорово, ЛТВ попадает в такую неприятную ситуацию, его просто избивают, боже мой! Это он, мой друг, I-L-T-V, I-L-T-V, I love to win, that's why I feel like duck! Ну что это, ну почему опять это происходит? Но я не знаю, может команда где-то виновата, может чё, Но почему каждый раз это происходит? Ну опять эта история, он просто где-то сдох, мант вроде не в кадет, Смотрите в падлу, мне не важно как он сдох, все живы, Кэрри умер, опять! Не первый раз, не первый, не второй, не третий, это просто из раза в раз. Но очевидно, в любом случае Virtus.pro опять что-то случилось, хер пойми как, Потому что, ну, Shadow Demon не подсейвил, там, Enigma Black Hole не дал, ну и так далее. Ну то есть, как бы тут, может быть, не супер-мега виноват на мой L-T-V, Может быть он ждал каких-то сейвов, какой-то движухи, Но просто факт остается фактом, опять, опять драка, опять что-то, опять L-T-V умирает. Говорил, что все будут фармить, а умер просто Resolution. Давайте даже посмотрим, как это произошло. Пошли, напали сами, кажется, ВП. Да, сами ВП напали, ну, да. Ну, вот, знаете, очень часто любая, ну, любые аналитики, любые разговоры Могут рассыпаться о том, что, об то, что челы сами напали и отдали ФБ. Ведь не на них напали, не Na'Vi напали на ВП. Не они там на крест кого-то подсадили. Нет, сам Заяц пошел, тоснул чувака, и они сдохли на этом. Ну, типа, по идее, вот опять он тосает, но, на самом деле, опять не хватит дэмэджа, И опять может умереть Резоль, что самое интересное. Попахивает абсурдом. Это попахивает не просто абсурдом, это уже, это клоун-гейминг какой-то начинается. Это просто уже клоунада. Они опять нападают, и этот еще умер. Ну, потому что, ну, Паша молодец, Таран-то хороший, но просто сам факт. Они опять... Что? Довольно много дамажат, ультимейт дает визу. Ну, короче, надо реализовывать стараться ульты. Есть ульт, надо реализовать стараться. Ой-ой-ой, но Ван не дотянулся. Вайпер страйком сейчас можно было... Он мог убить, конечно же. А, тут еще и Заяц. Поздно, поздно сюда добежали. Так, и все в вардах Веника. Противно туда идти, дико противно. Кристаллайз. Мало хп, но рядом Ильяс, кристаллайз не боится. Так, Адмирал, Кунка, Корабль, Вайпера. Ну, Вайпера убьют, конечно же. Ну, что такое опять? Ну, что такое опять Virtus.pro? Давайте просто вот микроанализ проведем, да, этой ситуации. Ну, что за каждый раз на тех же граблях? Стоит Соло. Похрен на него. Ну, пятерка какой-то Виномансер. Стоит, что-то тут отпушит. Вообще насрать. Ну, убивают, да. Мог не подставиться. Ну, подставился и чё? Нагадил ультимейтом у них, отлично. Два героя делают ТП. Два героя ТП не делают. Ну, Вайпера без Схрона не хочет, Фурион просто говорит, да, нахрен, мне это всё не надо. И в итоге ещё два героя отдаются. Зачем? Почему? Какая причина? Какая, ну... Ну, типа... Очень плохо, на самом деле. Когда здесь умирает Соло-Веник, который ещё успел разультиться, то есть выбить довольно много ресурсов, Это пофигу. Когда ещё два героя приходят, это уже не пофигу. Никакого сейва, никто его не оберегает, не охраняет. Вот даже сейчас, ну вот почему он Эншентов не зафармил? Я не игрок на кэри, я не знаю почему. Но почему он Эншентов не зафармил? Ведь это же деньги. Так он пошёл наверх, дошёл до середины линии и пошёл обратно. Он мог успеть застакать, зафармить и застакать, и зафармить. Вместо этого он... Ну вы видели, ну вот... Серьёзно, я не игрок на кэри, но разве же это правильная игра на кэри? Типа, я плохо играю на кэри, это правда. Я тоже буду... Если я буду сам играть, я буду ошибаться в крипераутах очень сильно. Это нужно задрачивать. Но это же чел задрачивает. Смотрите, Эншенты стоят. Вот там вот стоят. Можно сделать даблстак. Можно успеть зафармить даже. Чел добегает досюда. Бежит назад. Ну, типа... В чём прикол-то? Ну, типа, в чём... Это что? Ну, что-то прыгает туда-сюда. Притом в этот момент... А в этот момент команда вообще дерётся в миде, если что, и все умирают. А Воид как бы с хрона... То ли он не пошёл туда, то ли они не пошли. Ну, типа... А там все сдохли. А Воид попрыгал вот, типа, отсюда вот досюда, отсюда вот сюда, типа. А там команда вся сдохла. Что называется? Ну, за эти 4 секунды ТП Фуриона может многое произойти. То есть Фуриону, возможно, стоит находить... Куда он? Ёбаный стыд! Это пиздец! Это просто пиздец! Ну, окей, ладно, вы забрали там Рошана, Аегис, но... Какой ценой? Извините за мат, но... А как... А что я должен сказать в такой ситуации? Ну, типа... Ну, Аегис этого не стоит, ни в коем случае. Вы сдали все кулдауны, была потрачена хроносфера, вы отдали просто двух коров за Аегис. Ну, нет, этого не стоит, ни в коем случае. Если это был такой план, то это плохой план. Типа, знаете, я лечу туда, умираю, чтобы вы Рошана там добили. Но нет, ну так не работает. Ну, а что, ну, а как они реализуют его? Во что они реализуют этот Аегис? Им все равно ждать хроносферу? Все равно ждать хроносферу. После чего, ну, может, пару вышек каких-то заберут. Но, естественно, пока они будут забирать эти вышки, Спектра будет просто фармить дальше. Вот, объясни, откуда Эльту знает, как играть компетитив в Доте, если он играет 20 пабликов в Доте? Ну, вообще, да, есть такое. Короче, это реально проблема отчасти, я считаю. То есть, например, очень много играть и мало смотреть. То есть, по-хорошему, неплохо постоянно смотреть Доту. Реально компетитив Доту смотреть. Смотреть, что... Ооо, ну вот, чтобы такого не было! Ну, серьезно, чтобы такого не было! Ну, почему? Ну, как опять это произошло? Ну, он просто сдох. Да, он за БКБ. Да, типа, он вроде не может умереть, потому что у Нави нет пока башера на Спектре, и ему нечем сбить. Но он умудряется сдохнуть. Он умудряется сдохнуть. Потому что в паблике его прощают. А такое ощущение, что в компетитив Доту он сам не смотрит. Типа, в паблике в такой ситуации простят, а в компетитиве даже команда уровня Нави. Не в обиду Нави, но это не топ мира, да, Нави-то. Даже команда уровня Нави, она просто тебя за это казнит в одно место. Ты просто куда-то полез, и ты просто сдох. На 80 секунд отклеился на Коре. Вот когда я говорил на 10-й минуте, там, не страшно, что он умер сейчас, да? Такие смерти не страшны, говорил я. Это на 10-й минуте. На 10-й. А на 30-й это, ну, это уже жопа какая-то. Я... Просто минуточку внимания. Смотрите. 10 секунд назад надо. Чтобы минуточку внимания, 10 секунд назад надо. Смотрите. Смотрите, Фурион. В Шадоу Блейд спрятался. Заяц просто в лесу сидит. Да? Вайпер под Тир-3 вышкой. Веник. Ну, этому на себя насрать. То есть он тут стоит, ему пофиг. У него байбэк будет, он, типа, сейчас яд кинет, сейчас какого-нибудь крипа одного убьет, байбэк, типа, будет. Даже если не будет, в принципе, похрену. Он, типа, ну, в принципе, готов здесь умереть. Вот он тут не просто так стоит, я это вот 100% вам говорю. Он прекрасно понимает, что может умереть, да? Но ему пофигу, он даже готов умереть, дать вижен, чтобы Фурион понял, что здесь противник, да? Чтобы Заяц информацию получил, чтобы все остальные поняли, что вот-вот они, враги, здесь. Можно там, типа, начинать действовать по карте. А этот чел просто ходит по лесу по-своему. Он даже не знает, он вард стоит, если что. У Нави тут вард стоит. Он даже этого не знает. Есть две разницы. Разница первая. У тебя здесь стоит, твой опс здесь. Ну, где у них стоит, да? Второй опс, не знаю, здесь, на горе. Все в синтрях. И ты просто понимаешь, что тут нет опса у противника. И ты окей. Я все вижу в этом лесу. Противник меня здесь не видит. Он не может прийти сюда меня загангать, потому что все в синтрях, сука. Я знаю, что здесь нет вижена. Противник может пойти сюда только вслепую. Это такой, знаете, покер-майндгейм. Типа, ну, как бы, я хотя бы знаю, что меня точно не видно. Одна синтря в лесу стоит. Одна. Вот она, одна. Одна единственная. Одна единственная синтря, один единственный опс. Тут просто опс стоит, блин. По которому, видели, как он фармил вот этот кэмп, если что. Ну, что тут сказать? Ну, вот что тут сказать. Почему такая ситуация сложилась, ребята? Почему? Потому что Виноматер Пятерка — это худший герой в доте практически. Ну, то есть у каждого героя своя роль. Вот, Виноматер Пятерка — это настолько же плохо, как, я не знаю, как Кэрри Мейден. То есть вот, как что-то... Кэрри Мейден может еще и получше, если что. То есть Кэрри Мейден еще, может, и получше, чем Саппорт Виноматер. Саппорт Виноматер не умеет ничего. Это прям плохо. И у него все время руки чешутся фарм украсть у кого-то. Притом он еще пассивно ворует фарм вардами своими. То есть он ставит варды где-нибудь, и они, сука, начинают воровать фарм волей-неволей. И как бы в итоге он кого-то обворовывает, у самого нихрена нет, еще и у кого-то забрал. Ну, лишнее, знаете. Вот Виноматер Пятихатку заработал, Пятихатку, купил на нее 4 синтра, поставил их, и толком, как бы, профит не очень большой. А зато у кого-то кэрри 500 голды там не хватило, где-то на БКБ драка началась, БКБ нет, там, драку проиграли. А это вот те самые 500 голды, да. То есть Виноматер по чуть-чуть обворовывает всех, сам профита не приносит из-за этого толком никакого. А у кого-то, а у всех по чуть-чуть, сука, в кармане не достает копеечки. Вот. И из-за того, что этот сраный Виноматер присутствует на пятерке, который где-то обворовывает и волей-неволей пушит лайн, и что-то фармит, из-за этого у Тини денег нет, потому что Тини вообще превращается в супер-бомжа. В итоге, Бесполезный Виноматер, Бесполезный Тини, все, как бы без двух героев играть тяжело. Один Оракл, один Оракл делает больше, чем эти два героя вместе взятые. Просто Оракл удачным ультимейтом в спектру, подсейвив ее там и так далее, сделав ее типа бессмертной, а спектра в ульте Оракла, реально, можно сказать, что бессмертная, типа ее там бить, это какое-то бесполезное занятие, ты только себя убиваешь. Одним этим ультимейтом делает больше, чем эти два героя в принципе в игре сделали. Субтитры сделал DimaTorzok